Учителей и врачей, более того, мы являемся партией учителей и врачей. Очень много учителей и врачей являются членами нашей партии, работают в нашей партии. Мы уже давно говорим о том, что эти власти ведут странную политику. Они не пытаются отказаться от той функции государства, которая искомно присуща ему, от функции социальной, от образования и здравоохранения. Особенно в ситуации кризиса государство хочет сбросить в себя расходы на образование, здравоохранение, социальные нужды. И поэтому мы видим, что происходит. В данной ситуации у нас только один выход с вами. Всем людям, всем гражданам нашей страны надо объединиться, надо противостоять этому натиску. Только наши массовые акции протеста влияют на них. Никакими увещеваниями мы ничего не сделаем. Посмотрите на себя, посмотрите на своих соседей, посмотрите на своих друзей. Вы все знаете, что 14 сентября проходили выборы в Московскую городскую думу. Я была одним из кандидатов партии «Яблоко». Наша партия шла с повесткой образования и здравоохранения. Часть избирателей говорила, а что от нас зависит, зачем нам идти голосовать, все равно ничего не изменится. Ну так вот, сегодня мы видим, что многое меняется. И меняется, к сожалению, в худшую сторону. Поэтому я призываю вас относиться ответственно к выборам, приходить на выборы, голосовать. Учителей и врачей, которых заставляют ходить, фальсифицировать выборы, голосовать за определенных персоналей. Противостоять этому. Вы не рабы, вы люди. Поднимите гордо свои головы. Прекратите подчиняться. Я еще раз призываю вас всех начать каждому с тебя и подумать.